Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Брест шаг за шагом становится умным городом. В Брестском горосполкоме обсудили идеи, которые могут быть реализованы в рамках концепции «Симбио-Сити». 120 лет традиции и качества. Брестский ликорабодочный завод «Белалка» отмечает свой юбилей. Человек-легенда, известному спортсмену, мастеру спорта, олимпийскому чемпиону, заслуженному тренеру Беларуси Сергею Макаренко, 80. Об этих и о других событиях и мероприятиях смотрите прямо сейчас. Видоизменения Бреста – тема, которая постоянно на слуху. Все перемены и нововведения в разных областях, будь то строительство, научная деятельность или экологическая, горожане наблюдают изо дня в день. В областном центре не только строятся новые объекты и реконструируются старые, но и реализуется немало масштабных проектов и программ. Например, «Брест. Умный город» – инициатива экологически привлекательного и умного города будет реализована в ближайшие годы. Проект сложный. Его концепция была разработана более года назад специалистами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Амбициозный проект «Умный город» начинает реализовываться в Бресте. Внедрение концепции «Умный» происходит на примере шведской модели «Симбио Сити». Накануне в горосполкоме во главе с вице-мэром Николаем Якубовским состоялась встреча, посвященная вопросам разработки идей проекта. Сама система «Умного города» представляет комплекс мероприятий, реализация которых повысит качество жизни в областном центре. Концепция, она новая, она модная, она актуальная. Почему? Потому что город Брест участвует в такой многовекторной политике по международным проектам. Мы работаем в соглашении мэров, мы работаем в трансграничном сотрудничестве Беларуси, Польша, Украина. Мы являемся город-дружественным детям по линии ООН, детский фонд ЮНИСЕФ. Мы работаем по Северному инвестиционному банку по реконструкции очистных сооружений. А эта концепция, она объединит вот эти все наши разные направления как бы под одну общую тему. Что такое умный город, простыми словами объяснить непросто. В городе, который приобретет новый статус умного, должна реализоваться работа по многим направлениям. Список задач достаточно объемный. В нем 38 конкретных пунктов. Среди наиболее актуальных – интеллектуальная организация дорожного движения, развитие биологического разнообразия, альтернативная энергия, управление отходами, озеленение и ландшафт, развитие водоочистки. Для города Бреста водоочистные сооружения являются, наверное, самым проблемным. И есть периоды в течение года, когда эта проблема обостряется. Что-то уже сделано городскими властями. И мы надеемся, что реализация с помощью нашего проекта «Симбио-Сити» дополнительных мероприятий позволит избавить от этой проблемы граждан. За круглым столом собрались представители всех заинтересованных ведомств и предприятий. ЖКХ, комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, госавтоинспекции, архитекторы, экологи, представители движения «Завела Брест», молодежного объединения «Время земли» и другие. Словом, все заинтересованные ведомства должны приложить максимум усилий, чтобы придать городу над Бугом такой импульс, чтобы жизнь в нем стала более привлекательной, комфортной и безопасной, более удобной и благоприятной. Отрасли много, и каждая из них имеет свою специфику. Адаптировано под горожан, именно под город Брест. Это здесь будут все направления, которые нельзя отразить в цифрах социально-экономического развития. Здесь будут более конкретные понятия, допустим, по экологии, по благоустройству, по ландшафту, по транспорту, по развитию, по созданию, по проектированию новому, энергоэффективному. Задача первого организационного совещания рабочей группы – найти как можно больше перспективных идей, собрать рациональные предложения и мнения руководителей предприятий и организаций. Следующий этап работы – рассмотрение предложенных идей, их анализ и обсуждение. Безусловно, для города, который в скором времени отметит миллениум, реализация данного проекта более чем просто значима. Она поможет в решении многих социально-экономических вопросов. От винного склада номер 4 до предприятия, производственные традиции которого, известны далеко за пределами Беларуси. Брестский ликероводочный завод «Белалка» отмечает свое 120-летие. Проходили годы, сменялись поколения, однако неизменными остались места, где располагается завод и качество изготавливаемой продукции. Это подтверждают не только международные сертификаты, но и многочисленные награды. Обычно производственный процесс скрыт от глаз брещан, однако в день рождения руководство предприятия приоткрыло завесу тайны и раскрыло некоторые секреты своего успеха. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая убедилась. Качество и количество на «Белалка» – показатели, находящиеся под общим знаменателем «Успех». 1897 год. В уездном городе Брест-Литовске активно развиваются производства. Именно в это время на местной промышленной карте появляется винный склад номер 4. Так, согласно документам, звучит первое название Брестского ликероводочного завода «Белалка». На протяжении 120 лет предприятие развивалось. Увеличивались его производственные мощности, появлялись новые линейки продукции. Сегодня это не просто завод. Это комплекс, оснащенный современным оборудованием, имеющий мощную сырьевую базу и, конечно же, душу открытых и заинтересованных в своем деле профессионалов-специалистов. «Тот продукт, который мы выпускаем, это и есть продукт питания. И мы работаем на будущее в плане сегодня улучшения качества продукции, выпуска новых видов продукции, увеличения экспорта продукции. Ну, а внутренний рынок балуем потребителей и почитателей своими новинками». Шесть производственных участков расположены на территории предприятия. Самым большим является водочный, объединяющий в себе сразу несколько звеньев технологической цепочки. Регулировать подачу сырья позволяет специальная распределительная панель, своеобразный пульт управления трубопроводами. На каждой линии есть ответственный, который следит за качеством выпускаемой продукции и соблюдением технологического процесса. Хотя постепенно от ручного труда на предприятии переходят к машинам итальянского производства. «Многое поменялось в дизайне, в внешнем виде предприятия очень сильно, поменялось много и в технологии, потому что мы начали использовать, помимо классических угольных колонн, угольные картриджи. Это ускоряет процесс обработки, сортировки. Мы добавляем всегда какие-то новые фильтры. У нас очень много обработок, как золотом, серебром, янтарем. У нас есть обработка жемчугом, белым, черным». Особое внимание на ликероводочном заводе «Белалка» уделяется качеству выпускаемой продукции. Оно, к слову, не только не уступает, но и по европейским стандартам превосходит многие аналоги, выпускаемые за рубежом. «Мы используем методы для определения токсичных микропримесей. Это уксусный альдегид, метиловый спирт, сивушные спирты и сложные эфиры. Мы используем газохроматографический метод». Ежедневно предприятие отпускает около 5-6 тысяч декалитров различных ликероводочных изделий. На заводе всегда стояла задача удовлетворить своего потребителя, найти путь к сердцу любого покупателя. О том, что это получается, говорят многочисленные награды республиканского и международного уровня. Конечно же, немаловажное звено в этом успехе – труд разработчиков, которые в специальных лабораториях экспериментируют с необычными вкусовыми решениями. «Вы представляете, когда из ряда продуктов, которые могут употребляться человеком так, пищу, в быту, мы можем создать тот продукт, который даже представить иногда невозможно. Сочетание несочетаемых ингредиентов приносит такую изюминку, что мы иногда сами не ожидаем того, что получаем результат». Однако все же главный секрет успеха – это люди, самоотверженные профессионалы, которые сердцем и душой болеют за одно большое дело. Сотрудники руководства завода разных лет стали гостями и виновниками большого праздничного мероприятия. «Пришлось работать и на головной завод, и на заводы объединения, в общем, мотались, но были молоды, поэтому было интересно, было очень много вопросов, которые, в принципе, решались. И в итоге объединение за 10 лет вышло передовые по отрасли». В адрес тех, кто ежедневно находится на производственной передовой, звучали поздравления и пожелания дальнейшего развития и успехов. Сегодня перед сотрудниками администрации завода стоят амбициозные планы – увеличить объемы производства, расширить рынки сбыта и ассортиментную линейку продуктов. Кстати, уже совсем скоро на Белалка будут выпускать собственные виски. Однако все это впереди. Сегодня у каждого из тех, кто в разные годы был представителем одной большой семьи, семьи сотрудников Брестского ликероводочного завода – настоящий праздник, торжество, на котором рады каждому, кто внес свой вклад в очень важное дело промышленных масштабов. Хотел бы поздравить наше предприятие, людей нашего города и вообще, в принципе, Республики Беларусь. Все равно это наши потребители. С праздником и нас, и вас. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Новое и оборудованное в соответствии с требованиями времени приемное отделение должно в 2019 году. На месте большой стройки побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Стропко. Большая стройка, которая разворачивается около Брестской больницы скорой медицинской помощи с оживленных улиц города Надбугом практически не видна. И это неудивительно. Пристройка появится во внутреннем дворе между зданием лечебницы и поликлиникой. В 2019 году здесь введут в строй современное приемное отделение. Необходимость стройки возникла очень давно. Потому что больница еще построена была в 1936 году. И в принципе с тех пор в приемном отделении у нас ничего не менялось. И на сегодняшний момент приемное отделение, которое есть в данный момент, к сожалению, не соответствует никаким стандартам, нормам. Оно полностью устарело. Поэтому было принято властями очень правильное, здоровое решение построить новое приемное отделение с функциональным комплексом диагностических служб. В комплекс диагностических служб войдут рентген-кабинет, аппараты МРТ и УЗИ, эндоскопическое отделение, а также лаборатория для проведения срочных анализов. В настоящее время на месте будущего приемного отделения идут подготовительные работы, вынос инженерных сетей, освобождение места застройки. Планируем площадь помещения более 2000 квадратных метров. И за счет перевода некоторых диагностических подразделений в новый корпус тоже улучшится значительно состояние по площадям в самом старом корпусе, то есть для других отделений и служб. Больница скорой медицинской помощи – важные объекты здравоохранения города. В приемные дни сюда поступает до сотни человек. Учреждение выдерживает серьезную нагрузку. Введение в строй нового корпуса повысит уровень комфорта как для пациентов, так и для медицинских работников, что, безусловно, положительно отразится на процессе выздоровления. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Брест уверенными шагами идет к своему юбилею. Подготовка к тысячелетию включает в себя не только строительство и реконструкцию объектов. Свой посильный вклад в одно большое дело вносит учреждения культуры, библиотеки. Не остается в стороне и творческая интеллигенция. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая пообщалась с теми, кто уже трудится в этом направлении. Подробности в следующем материале выпуска. Средняя школа номер один, несмотря на свой довольно юный возраст, уже успела зарекомендовать себя как учреждение образования, где всегда готовы поддержать интересное начинание. Площади учебного заведения позволяют экспериментировать. Инициативу в свои руки взял педагогический коллектив. Сегодня школа стала своеобразным музеем. Прогулявшись по коридорам или заглянув в отдельные кабинеты, можно увидеть Брест прошлого и настоящего. Удивительные росписи рассказывают о главных спортивных достижениях берестейцев, знакомятся с старинными зданиями города или открывают глазу давно полюбившиеся пейзажи. Захотелось немножечко творчества сюда и привнести. Но поскольку скоро у нас самый ближайший такой грандиозный праздник у города – это тысячелетие, и, естественно, мы решили, что должны быть какие-то объекты, именно связанные с тысячелетием города. Поэтому у нас появилась роспись в кабинете кулинарии, у нас появилась здесь вот такая своеобразная городская площадь. И еще в кабинете истории у нас тоже есть роспись на стене, которая символизирует тоже тысячелетие будущего нашего города. А вот музейная система подошла к подготовке к тысячелетию в двух плоскостях. С одной стороны – внешнее преображение, с другой – работа над содержанием. Сегодня активно идет реконструкция одного из филиалов – археологического музея Берестия. Старые витражи меняются на новые оконные системы. В планах работа и с экспозицией. Она должна стать интерактивной. Что касается интересных инициатив, то здесь уже начало положено. Проект «18-й квартал» реализуется. Прошло уже три мероприятия в рамках 18-го квартала. Мы планируем, что этот цикл будет работать у нас вплоть до тысячелетия, непосредственно еще два года. Но почему название такой «18-й квартал»? Мы взяли его из административного деления Бреста начала 20-го века, когда все кварталы Бреста были поделены под номерами. И вот улица Медовая, нынешняя Карла Маркса, где находится наш музей, располагалась в 17-м квартале. Вот от этого оттолкнулись. И, соответственно, каждое мероприятие этого цикла будет посвящено одной конкретной теме, связанной с нашим городом, будь то история, будь то архитектура, культура, средства массовой информации. Для ценителей книг сотрудники городской библиотеки имени Пушкина также готовят массу интересных инициатив. Причем несколько из них уже сегодня реализуются на просторах сети интернет. Работают специалисты храма науки над исторической картой Бреста. Пока она еще недоступна для просмотра. А вот подборки стихов берестейских поэтов и вкладка «Тысячелетие», где можно познакомиться с интересными фактами о городе над Бугом, уже в открытом доступе. И это еще не все. «Читающий бульвар 2019 года будет у нас не совсем обычным. Мне не хотелось бы раскрывать все секреты, но это будет большой, довольно, не побоюсь этого слова, грандиозный праздник со своими секретами. Скажу лишь о том, что мы не будем говорить о прошлом. Мы будем говорить о будущем». Выставка «Мой город» – это одна из инициатив брестских художников в рамках подготовки города к тысячелетию. Вернисаж раскрывает удивительный колорит брестских улиц, знакомит зрителя с полюбившимися видами городских парков и скверов, а также открывает забытые страницы города над Бугом. Экспозиция – первая. Дальше авторы намерены дополнять концепцию новыми формами, чтобы уже в 2019-м представить зрителям интересный творческий проект. «Эта выставка – это наш вклад в подготовку к юбилею. Это попытка собрать всех художников, которые работают над городской тематикой, и дать такой первый звонок или сигнал, что дальше будет еще интереснее». Анастасия Наздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Национальное достояние страны – это не только шедевры искусства, полезные ископаемые золотовалютные резервы. Настоящая ценность государства – люди, олицетворяющие гордость нации, ее честь и достоинство. И таким человеком по праву считается первый белорусский олимпийский чемпион Сергей Макаренко. В эти дни Сергей Лаврентьевич отмечает знаковый юбилей. Легендарному спортсмену исполнилось 80 лет. Отметить эту дату он приехал в Брест, город, с которым Сергей Макаренко связывают военное детство и первые победы. С олимпийской гордостью Брещиной пообщалась и наш корреспондент Ирина Ольшова. Для чемпиона Олимпийских игр 1960 года в Риме по гребле на каноэ Сергея Макаренко Брест больше, чем просто город детства. Это колыбель всех его побед. Место, где закалялся характер и именно легкая вода реки Муховец стал и для спортсмена звездной дорогой к Олимпу. Он первый белорусский спортсмен, открывший счет с золотым олимпийским медалем. Мой друг Леонид Тараненко всегда меня обзывает. Ты наш Гагарин. Говорит, ну несу я вот этот груз. Все время мы очень много встречаемся с коллективами, военными, школьниками очень много, студентами. И он всегда, ему это нравится, он всегда меня так представляет. Ну, я привык к этому уже. И мне очень приятно, что, ну вот, вот это вот название, звание, и вот эти вот все вот качества, которые приписывают мне, оно очень нравится людям, молодежи. И я смотрю, это какое-то воспитательное значение играет. И воспитывает, наверное, патриотизм у людей. 11 сентября Сергей Макаренко отметил свой 80-й год рождения. И отпраздновать знаковый юбилей приехал в родной город, где открыл республиканское первенство по гребле на байдарках Кануэ. В соревнованиях принимали участие юные спортсмены из всех уголков Беларуси, а также команды из Украины, малой родины Сергея Лаврентьевича. Соревнования грибцов носят его имя, а сам чемпион был его инициатором. За семь лет существования турнира он не пропустил ни одного. На грибном канале он всегда желанный гость. А еще в честь юбилея на Аллее чемпионов у Человека-легенды появилось свое дерево. Я вот в этом живу. Сегодня он в БТ играет в футбол с червоной звездой из Югославии. Там дерутся сейчас. Я утром включил. И все это приятно. И все это хочется об этом все говорить. Рассказать молодежи, чтобы они впитывали это. И становились тоже такими. Я сказал, что не только чемпионы, а радость от того, что вы будете здоровы в первую очередь, крепкими в жизни. Ведь спорт он воспитывает качество, характер воспитывает сильный. Он потом по жизни идет. Вот сколько у меня друзей, товарищей сейчас занимаются, хорошие посты занимают, бизнес раскручивают. И вот работают за них, радуются. И они сами говорят, это спорт мне помог таким стать. В насыщенной программе торжеств у чемпиона нашлось время побеседовать с журналистами. За плечами у Сергея Макаренко много ярких событий. Послевоенное детство и увлечение спортом. Первый тренер и завоевание олимпийской медали в паре с гамильчанином Леонидом Гейштером. Тренерская работа в сборной СССР, в Иране, Индии, Китае и Германии. Не понаслышке знает Сергей Макаренко и о подготовке спортивных кадров. В спорте талант педагога идет через перегрузки спортсменов в жизни. Спортсмен претерпевает не только педагогические подходы, его там немножко заставляет делать, а научить его преодолевать вот эти вот трудности, тяжелейшие спортивные трудности. И вот это вот талант. В ближайших планах олимпийского чемпиона, издании книги и воспоминаний и размышлений требует внимания работа в республиканском клубе чемпионов. Сергей Макаренко до сих пор работает в Национальном олимпийском комитете Республики Беларусь и занимает активную жизненную позицию. В лексиконе белорусской легенды нет слова «заслуженный отдых». Хотя, как шутит юбиляр, с завтрашнего дня он уже на пенсии. Такой человек для нас действительно ценность и особенно для нашей области. Сегодня он не останавливается на достигнутом. Постоянно приезжает, участвует в турнирах на свои призы, в спортивных соревнованиях, встречается со спортсменами, с учащимися школ. И даже с трудовым коллективом «Гефеста» встречался и не один раз. Поэтому, то есть, имеет свою активную жизненную позицию. Среди многочисленных спортивных и трудовых званий Сергей Макаренко особо выделяет два. Он почетный гражданин Бреста и Брестской области. Поэтому, свой день рождения спортсмен всегда отмечает в городе над Бугом. Поздравить юбиляра и выразить ему слова благодарности за многолетний труд собрались не только общественность и коллеги, но и молодые спортсмены. Преемственность поколений – это важная составляющая не только для подготовки спортивного резерва, но и для нравственного воспитания молодежи в целом. «Он не только талантливый спортсмен, который доказал, что он такой же. Он очень много сделал для спорта как тренер, возглавляя нашу сборную. И в этот период он тоже приедет к талантливым спортсменам. И далее на этом не завершил свой путь. А сегодня он воспитывает спортсменов. То есть, как говорится, олимпийские чемпионы – это наша спортивная идеология, что сегодня очень ценно и важно». Еще одно место, где всегда ждут Сергея Макаренко – это средняя школа номер 7 города Бреста. Пять лет будущий олимпийский чемпион проучился здесь. И теперь с удовольствием делится воспоминаниями и общается с молодежью. Для ребят он – живая легенда, образец жизненного оптимизма. «Это очень приятно, что у нас есть такие люди, очень великие люди, потому что спорт – это общение, это всегда какое-то сплочение людей». «Нужно гордиться тем, что такой почетный человек учился в нашей школе. И, наверное, я буду своим детям рассказывать, что в моей школе номер 7 был такой человек, олимпийский чемпион Сергей Макаренко». «Я хочу стать как он хочу, тоже олимпийцем, стараться как он и заслужить награды». Чтобы заслужить награды, надо не бояться трудностей и быть справедливым к себе и окружающим, говорить правду и твердо идти к намеченной цели. Эти жизненные принципы Сергея Макаренко актуальны для любого поколения. «Его еще отличает такая заряженность на оптимизм, на веру в молодежь, что невозможно, чтобы он этим не делился. Я считаю, что дети должны видеть легенду, должны общаться, должны гордиться тем, что есть такой выпускник в нашей школе». В свои 80 он полон сил и свой секрет успеха и долголетия не скрывает. Быть оптимистом, любить жизнь и людей и, конечно же, качать пресс. Это упражнение юбиляр делает каждый день по 90 раз, потому что на собственном опыте доказал, что движение – это жизнь. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. В Бресте стартовали игры группового этапа второго сезона Республиканской детской гандбольной лиги «Зубркап». На два дня дворец спорта «Виктория» собрал юных спортсменов из 18 команд, чтобы узнать имя сильнейшего. Продолжение темы у Ирины Альшовой. В открытии второго сезона Республиканской детской гандбольной лиги «Зубркап» приняли участие команды старшей возрастной группы. Ребята из Бреста, Гродно и Гродненской области, а также малориты вышли на площадку для определения сильнейших в группе «А». Этот сезон гораздо масштабнее. В этом году представлено три возраста. Это 2002-2003 год рождения, 2004-2005, 2006-2007. Всего в соревнованиях участвуют 44 команды со всех регионов страны. Инициатор проекта – Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Поэтому для воспитанников детско-юношеских спортивных школ участие в соревнованиях лиги не только увеличение игровой практики, но хорошая возможность попасть на перспективный отбор. Этот проект для этого и создан, предназначен для того, чтобы мы могли видеть тех детей, чтобы соревнований было больше, для того, чтобы увидеть более перспективных детей, которые могли действительно создать достойную смену нашим лидерам. Так же, как в Брестском гандбольном клубе, так и в национальной сборной. Попасть в команду лидер или национальную сборную – мечта каждого из юных спортсменов. На игровую площадку они выходят только с одним желанием – победить. Да, это моя цель на данный момент. Я хочу добиться успеха в будущем. Тренируюсь, работаю. Страха нет перед игрой. Мы готовились к этой игре и знали, что предстоит сложный соперник. И считаем, что мы сможем дать бой команде «Гроби». Подготовка спортивного резерва – одна из главных целей создания детской гандбольной лиги. Это проверка не только уровня мастерства юных атлетов, но и профессионального мастерства тренерского состава. Выступление главных команд зависит от того, как мы смогли подготовить молодежь и какими они подготовленными пришли в эту главную команду. Сегодня мы сами понимаем, что проблема работы детских тренеров, именно подготовка спортивного резерва стоит на первом месте. И сейчас и со стороны Министерства спорта, и глава государства на этом акцентировал. Поэтому министерством и у нас создана комиссия все-таки проанализировать, на каком этапе мы что-то упускаем, как, может быть, улучшить работу тренера. И в первую очередь акцент делается на материальную составляющую, чтобы это было интересно. Детская гандбольная лига «Зуберкап» – проект молодой и перспективный. А это значит, что возможностей растить своих звезд гандбола у белорусского спорта стало еще больше. Ирина Альшева, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании «Бук-ТВ.БУА», а также на нашем канале в YouTube. Я Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 17 сентября погода в городе Брест обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Днем ожидаются сильные дожди. Ветер переменных направлений, умеренный температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 11-13 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 19. 18 сентября погодные условия в городе будет определять циклон, смещающийся с Карпат через территорию Беларуси на Прибалтику. И связанные с ним активные атмосферные фронты. Ночью и днем пройдут дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый. 14-16 градусов выше нуля ожидается ночью. Днем станет немного прохладнее до плюс 14. Редактор субтитров А.Семкин